В свои почти 90 лет Виталий Гаврилович прекрасно видит, слышит и даже пишет стенограммы. Сейчас он на пенсии, но продолжает активно работать. Читает лекции в школах и техникумах. Его трудовой стаж 52 года. За всю свою жизнь изменил ни одно ремесло. Во время войны, будучи 12-летним мальчишкой, работал на мельнице, делал масло и муку для фронта. Был и помощником сапожника, и поваром-технологом, экскурсоводом и преподавателем. Встреча с пенсионером началась с чашки кофе и воспоминаний о том, что пришлось пережить. На фронте было, наверное, гораздо легче. Там попало пуля, или ранило, или убило, а здесь вот такие мучения, это еще в детский гору. Патриотизм постоянно присутствовал в советских людей. Всячески помогали. И стар, и млад все работали для победы над фашизмом. И он был побежден. В рамках акции по оказанию социальной и бытовой помощи ветеранам новое поколение помогает детям войны. Будь то мелкий ремонт или работа по дому. А порой пенсионерам нужно просто внимание, чтобы рядом был тот, кто может выслушать. Сегодня задача для тимуровцев посложнее – привести порядок в ванную комнату и подготовить поверхность для покраски. Вот так мы благодарим их за победу, за то, что они задумывались тогда о нас и подарили нам чистое небо. Этот визит не последний. На днях по просьбе Виталия Реженкова ребята приступят к уборке всего дома. Мне приятно дважды или трижды. Это ваш приход, это плата за мою работу, которую я провожу. И не только вашим техникам. Помогают ветеранам студенты вузов, СУЗов и воспитанники военно-патриотических клубов. Только с начала года активисты провели порядка 50 мероприятий. Поддержку молодежи уже получили более трех сотен сочинских ветеранов. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.